Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео будем сажать саженец винограда. Вот он у меня приготовлен. Саженец замочен в воде, в сутки стоит. Ну и сегодня я вам расскажу о своей технологии посадки винограда, какой я придерживаюсь. Сразу вам скажу, забегая вперед, что нахожусь я в условиях северного виноградарства в Московской области, поэтому данный способ посадки винограда только для северных регионов. Тем, кто живет на юге и занимается там виноградарством, такой способ вряд ли подойдет. И в принципе это видео им вряд ли будет интересно. Что же нам потребуется для посадки? Ну, конечно, сам саженец нужен. Также нужно удобрение, либо суперфосфат, как у меня, либо можно использовать двойной суперфосфат. Стаканчик на 200 грамм пластиковый для того, чтобы замерить дозу удобрения. Если у вас вот такого удобрения нет, можно использовать, допустим, осеннее удобрение, в котором низкое содержание азота и высокое содержание фосфора и калия. Либо вот как у меня суперфосфат, гранулированный. Можно также использовать и двойной суперфосфат. Также нам потребуется воды. Воды нам примерно потребуется для посадки два ведра. Здесь у меня еще есть, вот я из запасов своих достал, этот ингредиент не обязательный, но в принципе, если у вас это есть вещество, то оно здорово вам тоже поможет. И для саженца винограда будет очень хорошо. Это биогумус. Биогумус. Вот такой, не знаю, кто там производитель, но продается в любых магазинах, которые торгуют посадочным материалом. Также у меня здесь одно ведро перегноя. Точнее, это не перегной, это компост. Можно использовать перегной также. В общем, органическое вещество. Органическое вещество, органическое вещество, минеральное вещество, саженец, два ведра воды и пластиковый стаканчик. Ну а сейчас, дорогие друзья, я вам покажу, как приготовить посадочную яму для посадки винограда в северных условиях. Сегодня я, кстати, уже посадил один саженец винограда. Ну и вот давайте вместе с вами посадим второй. Расстояние между первым и вторым саженцем винограда у меня будет примерно полтора метра. Это небольшое расстояние, но для северных условий оно, в общем-то, наиболее подходящее по моему опыту посадки винограда. Тем более, можно было даже и чаще посадить, так как эти сорта я испытываю. То есть, я сажаю саженцы, которых у меня не было таких сортов еще. И, в общем, даже расстояние между саженцами можно сократить до метра. Вот меньше я вам не советую. А вот метр минимально, полтора метра оптимально, два метра будет вообще прекрасно. У вас будет большое количество свободного места для расположения лоз. Итак, я отступаю примерно полтора метра и намечаю, где у меня будет саженец. Вот примерно вот так. И вот так вот отчерчиваю палочкой примерно в диаметре метр. Такой как бы получается круг. Вот это вот будет посадочная зона для винограда. В центре будет посадочная яма. А вот эта поверхность земли примерно один метр в диаметре, круг. Это будет начальная зона питания для корней саженца винограда. Далее берем стаканчик, насыпаем двойной суперфосфат или другое минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия. И вот так вот примерно на тот круг, который мы с вами только что очертили, стараемся равномерно вот так вот высыпать на землю. Теперь вот эту площадь надо перекопать на штык лопаты. Чем я сейчас и займусь. Так, перекопал я эту площадь. В центре я примерно наметил ямку, где у меня будет посадочная яма. Буду копать ее на глубину примерно двух штыков лопаты. Это около 50 сантиметров получится. А в диаметре она у меня будет где-то около 40 или 50 сантиметров. Ну, поехали дальше. Ну и для точности сейчас вот рулеточкой измерим глубину. Вот видите, глубина 40 сантиметров. Даже если точно быть 45. Немножко поглубже сделаем. Все, дальше копать не надо. Дальше у меня уже пошел песок. Далее в эту ямку я насыплю ведро органического вещества. В моем случае это компост. Как я сказал, уже можно использовать перегной. Ну и добавлю еще биогумус сюда. Добавлю два вот таких вот стаканчика биогумуса. Кто не знает, биос это продукт переработки червей. Специальные черви есть, которые перерабатывают органическое вещество, остатки, отходы. Вот получается вот такой вот замечательный компост. Очень плодородный грунт. В ямку надо высыпать еще один стаканчик минерального удобрения, либо суперфосфата. Теперь же надо вот это вот минеральное удобрение и органическое вещество хорошо перемешать, чтобы минеральное удобрение по возможности не касались корней винограда, чтобы не произошел их ожог. Беру саженец винограда. Кстати, это сорт ливия. Как я уже сказал, до этого этого сорта у меня не было. Впервые его сажаю. Буду испытывать его в своих условиях. Сажать я буду вертикально, без наклона, потому что не знаю, в какую сторону у меня будут располагаться лозы в дальнейшем на шпалере. Ну, поэтому я посажу строго вертикально. Можно, конечно, сделать с наклончиком вот так вот, допустим, в южную сторону. То есть, чтобы солнышко вот так вот с юг был, вот с этой стороны вот так вот сделать, с таким наклоном посадить, тоже будет нормально. Но я посажу вертикально. Обратите внимание, кстати, сажать я буду примерно вот на такую глубину. Вот до места, откуда выходит вот эта вот лоза, которая в прошлом году выросла. Вот на такую глубину я буду сажать. Немного прикапываем землей кустик, оставляя по центру углубления. И вливаем первое ведро воды. Кстати, на данном этапе, если вы слишком глубоко посадили, можно немножко вот так вот потянуть, чуть-чуть совсем. Тогда и корни расправятся. То есть, они, если там подогнулись чуть-чуть корешки, они станут более правильно, вертикально. Вот сейчас у меня вода быстро ушла, потому что почва песчаная. Я сейчас еще присыплю землей и полью еще раз. Вливаю еще одно ведро воды. Надо стараться, чтобы она не растекалась, конечно. Продолжим полив. Ну вот, дорогие друзья, саженье с посажем. Все очень быстро и легко. Не надо никаких глубоких копать ям по южной технологии, потому что в наших условиях, условиях северного виноградарства, корни не уходят в глубину. У нас очень много дождей выпадает летом. Корни расходятся в ширину, а в глубину они уходят по наблюдению многих виноградаров. Корни уходят в глубину не более чем на 50 сантиметров. То есть, они завоевывают только плодородный слой. Все это касается северного виноградарства. Как я уже говорил, нахожусь в Московской области. Ямы, конечно, такие желательно готовить с осени, но если вы с осени не успели, можно вот так вот произвести такую экспресс-быструю посадку саженца винограда. Если вы что-то не поняли из этого видеоролика, можете написать свои вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Не забудьте подписаться на канал. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok